Бостону предстояло сыграть пятый выездной матч за 8 суток. Единственной положительной новостью на таком фоне стало возвращение Кайри Ирвинга. Портланд проводил шестую домашнюю игру к ряду и начал гораздо сильнее. У хозяев солировал Дэмиан Лиллард и Юсуф Нуркич, колотившись вверху при любом удобном случае. Лиллард уходил от опеки и завершал, даже если находился в бутерброде из Арена Бэйнса и Джей Лейна Брауна. Как сказал бы один комментатор, Дэйм нашел щелочку. Из-за дуги Лиллард попадал хуже, но Нуркич притягивал к себе отскоки и добавлял. У боснийского пылесоса сегодня 18 очков и 17 подборов, плюс 17 в пользу Блейзерс к большому перерыву. Начало второй половины задержалось из-за того, что Нуркич прогнул щит Данком на разминке и вынудил работников Арены решить задачку по геометрии. После возобновления игры Бостон попер вперед, солировал Джейсон Тейтум, набравший в итоге 27 очков и 8 подборов. Альфарук Амину здорово защищался, но нулевого номера Селтикс это не волновало. Бабах, мы снова в игре. За орегонцев отдувался Лиллард, закончивший встречу с коллекцией из 19 очков и 12 передач. Но без концовки обойтись не вышло. Бостон начал арт-обстрел и за несколько минут догнал соперника благодаря трехам Морриса, Брауна и Кайри. У Ирвинга сегодня 21 очко и 6 передач. Очередной камбэк кельтов назревал, но так и не воплотился в жизнь. Сверхдальний трехочковый Амину вернул хозяевам землю под ногами. Отыграться Бостон уже не смог. 100 на 94. Четвертая победа Блейзерс подряд.